Технология 5G В одном из документов Института электроинженерии говорится, что технология формирования направленного луча способна сварить ваши глаза вкрутую, как яйца. Вы должны понять, что это военные технологии. Это поражающие частоты. И если это будет все, что вы почерпнете, то этого будет достаточно. Это не что иное, как оружие микроволнового излучения. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, поприветствуем в Национальном пресс-клубе председателя Федеральной комиссии связи Тома Уиллера. Для меня честь выступать в Национальном пресс-клубе. Первым поколением беспроводной связи 1G была голосовая связь. Связь второго поколения 2G позволяла говорить и отправлять сообщения. Связь третьего поколения обеспечила доступ к базовым возможностям интернета. А современная связь четвертого поколения завершила этот цифровой переход. Но если кто-то возьмет смелость утверждать, что он четко представляет себе, каким будет 5G, бегите от него подальше. Мне приходится объяснять людям, что 5G — это убийца. Разрешите представиться, меня зовут Марк Стилл. Я один из ведущих экспертов по технологиям калиматорной индикации в военной индустрии. Я эксперт в этих технологиях, потому что разработал их. Эта угроза заставила меня нарушить закрытость. Не принимайте на веру ничего, что я собираюсь вам рассказать. Ни слова. Я хочу, чтобы вы изучили это сами. Вы надели камеру? Да. Отлично, в нее и буду говорить. 5G — это военная технология. Военные технологии — моя специализация. На севере Великобритании есть городок Гейтсхед. Там живет ученый Марк Стилл. И он развернул активную публичную кампанию по информированию людей о вреде светодиодных уличных фонарей. Он утверждает, что фонари в Гейтсхеде уже сейчас излучают 5G. Ну, что интересного? Я обсуждаю с ребятами из муниципальной службы, что нужно заменить передатчики на этих фонарях, потому что они опасны для здоровья горожан и всей окружающей среды. Если эти передатчики будут стоять повсюду, то это будет угрозой для каждого. Мало кто ясно представляет себе, что такое 5G. G — значит «generation», поколение. В 1980-х появилась первая система передачи сигнала — 1G. Затем появилось 2G. По мере развития технологии стали появляться более продвинутые системы передач. И устройство антенн становилось всё более и более сложным. Они были нацелены на быструю передачу, всё возрастающего объёма данных. Но 5G — это нечто совершенно новое. Давайте я подробнее расскажу о внутреннем содержимом этих фонарей. Это устройство для передачи 5G сигнала. Кстати, страховые компании отказываются страховать риски, проистекаемые из возможного вреда для здоровья людей от электромагнитного излучения устройств 5G. Смотрите, вот это контрольная система, которая маскирует под собой антенну. Видите, это и есть антенна с фазированной решёткой. Также мы видим много микрочипов. И всё это в уличных светодиодных фонарях. Что там говорили в муниципалитете Гельцхеда? Лично я думаю, что нужно отправить этих умников ещё поучиться в школе. Или, может, даже прямиком в тюрьму. Наверное, тюрьма здесь уместнее. Вот вам, ребята, и оборудование для 5G. Необходимо учитывать роль электричества в природе. Человечество не может продолжать развиваться в атмосфере, со всех сторон пропитанной электрическими потоками и излучением. Это повлияет на процесс эволюции человека. Электричество и особенно электромагнитное излучение будет воздействовать таким образом, что люди не смогут воспринимать те новости, которые станут всё оперативнее получать. Их умственные способности будут притупляться. И этот эффект уже заметен сегодня. Люди воспринимают поступающую информацию гораздо хуже, чем всего несколько десятилетий назад. Рудольф Штайнер, 1924 год. Рудольф Штайнер писал это ещё в 1924 году. С тех пор насыщенность атмосферы разнообразными электромагнитными волнами многократно повысилась. Не вызывает сомнения, что электрические и электромагнитные поля напрямую воздействуют на живые организмы. Есть тысячи рецензированных научных работ по этой теме, это не вызывает сомнений. Но что это за воздействие? Чем это чревато? И как нам с этим бороться? Сейчас мы на пороге внедрения технологии 5G. Это особый протокол передачи огромных массивов данных. И оказывается, те же спектры частот используются в оборудовании для разгона толпы. Отличительная черта 5G — это повышенная плотность. Она предполагает множество передатчиков в непосредственной близости к человеку. 5G — это очень сложные и противозаконные передатчики. Почему? Это мощная диэлектрическая линзовая антенна, которая позволяет 5G-передатчикам составлять трёхмерную карту вашего жилища. Частота в 868 МГц используется в боевых системах для разведки и радиолокации. Сигнал частотой до гигагерца обладает способностью проникать сквозь бетонные стены. Это позволяет собирать информацию и наводить на цель. Фазированные решётки используются в боевых радарах. Они позволяют эффективно идентифицировать цель и фокусировать луч на цели. В том числе, эта технология позволяет охотиться и за людьми. Допустим, вы судья или адвокат в очень щепетильном, неоднозначном деле. И ваша жизнь может оказаться под угрозой. И эти антенны, которые уже сейчас вмонтированы в уличные фонари под видом системы управления, на самом деле являются боевым разведывательным оборудованием. Первое устройство с фазированной решёткой называлось «Мамонт» и использовалось немцами во время Второй мировой войны для обнаружения самолётов противника. Конечно, с тех пор технологии ушли далеко вперёд. Когда я поступил на Королевский флот в 1960 году, я специализировался в микроволновых военных технологиях. Микроволны прежде всего использовались в радарах, но нам рассказывали не только об этом, но и о других применениях микроволн. Я узнал всё о микроволновом оружии и о наносимом им вреде для человека. То есть уже в те времена микроволны широко использовались в вооружении. Это идеальное незаметное оружие. Если правительство недолюбливает какую-то группу людей, как, например, тех дам, которые протестовали в Гринхеме в Англии против размещения американских ракет, их подвергали воздействию микроволн. Микроволнами обрабатывали католиков в Северной Ирландии, чтобы они болели. То же самое и по всему миру. Жертва даже не осознаёт, что подвергается воздействию, потому что доза очень низкая. На самом деле низкие дозы даже опаснее высоких, так как последствия будут заметны не сразу. Доза микроволнов очень низкая, и, возможно, пройдёт год или два, но рано или поздно проявятся симптомы неврологических повреждений или рак, и ваших противников одолеют различные болезни. Это идеальное оружие для властей. Все наши потребности извращаются. Мы живём в искусственно вызванном состоянии сознания, напоминающем сон. Их желание править нами обеспечивается подавлением сознания. Нас вели в состояние транса. Нас сделали безразличными по отношению к себе и к окружающим. Нас интересует только собственный комфорт. Пожалуйста, поймите, это им удаётся до тех пор, пока их план не раскрыт. Пока мы одурманены и безразличны. Практически сразу мне стали жаловаться соседи, что у детей стала идти кровь из носа. Я даже публиковал фотографии на Фейсбуке. А одна соседка пришла ко мне и рассказала, что с тех пор, как неподалёку установили светодиодный фонарь, у неё стала идти из носа кровь каждую ночь. Сначала я не верил в это. Но я поговорил с другой соседкой, живущей недалеко от первой. И она также отметила, что с момента установки светодиодного фонаря у неё начались кровотечения, чего она никогда в жизни не испытывала до этого. Я решил разобраться, в чём дело. Я замерил уровень микроволнового излучения, исходящего от передатчиков в светодиодных фонарях. Этот уровень был значительно выше, чем дозволенный резолюцией 1815 Совета Европы, согласно которой долговременное воздействие не должно превышать 600 милливольт. Я же фиксировал до 3000 милливольт. Это в 5-6 раз выше разрешённого. Да, и значительно выше, чем значение 200 милливольт, установленное резолюцией 1815, до которого планируется довести в среднесрочном времени. Отчёт группы Биоинициатива говорит, что разрешённое значение должно быть значительно ниже. Итак, есть резолюция Совета Европы. Международные криминальные суды и судьи руководствуются их рекомендацией в 200 милливольт. А в спальных жителей Гейтсхеда я замеряю от 600 минимум и до 4000 милливольт. Означает ли это, что в 2020-2021 году, когда 5G будет предположительно развернуто по всей планете, такие значения станут замеряться постоянно и повсеместно? Повсеместно и постоянно. Да, 5G обеспечит интернет вещей. Всё, что можно подсоединить, станет частью мира 5G. Связь обеспечат сотни миллиардов микрочипов в обычных вещах. От баночек с лекарством до садовых леек. Будут задействованы массы мелких элементов. Мы не станем дожидаться стандартов. Для работы 5G понадобится создать массивную инфраструктуру. Мы должны отвергнуть предположение, что 5G останется преимуществом городов. Революция 5G затронет каждый уголок, и это чертовски важно. Связанный воедино мир будущего станет плодом тех решений, которые должны быть приняты сегодня. Два года спустя акт о развертывании мелких беспроводных коммуникационных устройств регламентирует разрешение пошлины, преимущественное право и прочие предписания для провайдеров беспроводной телекоммуникационной связи. На повестке дня сегодня законопроекты сената номер 637 и 894. Первый внес сенатор Хьюн, второй сенатор Нофс. Приглашаем первых четырех свидетелей, поддерживающих данные инициативы. Это Джон Джонс из Спринт, Дэвид Льюис и Энди Эммерсон из AT&T, Нил Крефда из Верайзен и Фрэнк Аковитти из Тимобайл. Прошу быть откровенными. Это правда? Возможно. Был один случай в Айове. Нет, никаких научных доказательств. Известно очень мало случаев. Джентльмены, заучите эту фразу перед зеркалом. Несмотря на то, что мы постоянно изучаем эту тему, на данный момент нет прямых свидетельств того, что использование мобильного телефона вызывает рак мозга. С помощью лоббистов и коррумпированных чиновников были приняты федеральные законы, запрещающие в некоторых случаях говорить о вреде для здоровья электромагнитного излучения от вышек сотовой связи. Я Шерон Голдберг, врач-терапевт. Я являюсь практикующим врачом уже 21 год и специализируюсь в медицине внутренних органов. Я занимаюсь клиническими исследованиями и преподаю. Я специалист по малому бизнесу и имею сертификат от Microsoft. Я принимал участие в разработке кабельной системы для шлюзовых отсеков космической станции. Я отвечал за анализ электромагнитных помех и электромагнитной совместимости. Я профессор в департаменте эпидемиологии, биостатистики и производственной гигиены, где я преподаю токсикологию и воздействие электромагнитного излучения. Меня зовут Дафна Таховер. Я основатель организации «Мы живое свидетельство». Наша организация представляет множество взрослых и детей, пострадавших от излучения беспроводных технологий. В данный момент продвигается пара ложных теорий, и я хочу разоблачить их прямо здесь и сейчас. Научные данные о воздействии беспроводных технологий на здоровье совершенно однозначны. Споры всегда сводятся к определению приемлемого уровня излучения. Вот, чем это на самом деле является. Это излучение. Беспроводное излучение влияет на живые организмы. Точка. Я доктор Энджи Колбек. Я рецензировала исследования, демонстрирующие влияние беспроводного излучения на здоровье. Есть тысячи исследований, доказывающих следующие неблагоприятные воздействия излучения беспроводных технологий. Это рак, оксидативные повреждения, повреждения и разрушения ДНК, потеря памяти, головокружение, беспокойство, спутанность сознания, головная боль, кровотечение, когнитивные нарушения, изнеможения. Есть данные о повреждениях ДНК и о кардиомиопатии, что является предвестником сердечной недостаточности. Потеря памяти разной продолжительности, снижение концентрации и реакции, вплоть до непроизвольных спазмов мышц, вызывающих смещение челюстей и позвонков. Рак груди внезапно обнаруживается у женщин, не имеющих генетической предрасположенности. Нарушение иммунной функции, изменение уровня протеинов стресса, влияние на репродуктивную функцию. Есть десятки и десятки исследований, без сомнения доказывающих влияние излучения на сперму. Если вы перестанете носить телефон в кармане, сперма восстановится за 3-4 месяца. Но повреждения ДНК в сперме никуда не денутся, это непоправимо. У жены бывшего губернатора Индианы диагностировали глиобластому. Та же опухоль была у Теда Кеннеди и у Джона Маккейна. Вы видели шрам у Джона Маккейна? Это шрам от операции по удалению опухоли в мозге. У Леброна Джеймса, одного из наших спортсменов, обнаружили опухоль слюной железы. Это еще одна опухоль от излучения телефона. Но вы вряд ли слышали об этом, потому что вскоре после этого Самсунг заплатил ему, чтобы он стал их представителем. Мы наблюдаем рост количества опухолей мозга, рост заболеваемости болезнью Альцгеймера и всеми неврологическими болезнями. Боковым амиотрофическим склерозом, болезнью Паркинсона. Все эти заболевания связаны с низкодозовым энергетическим воздействием. Речь идет о круглосуточном и повсеместном воздействии на весь наш организм. От излучения будет невозможно укрыться. И наши исследования показывают, что, возможно, иммунная система выдержит какое-то время, но потом ослабнет. Затем излучение будет повреждать клетки на глубоком уровне. И что случится тогда? Это данные из рецензированных работ, а не просто досужить домыслы кучки ипохондриков. Это несет нам реальные проблемы. Если изучать рецензированную литературу на Пабмеде, спорить будет не о чем. Эти проявления наблюдаются у всего живого — растений, животных, насекомых и микробов. Говоря о 5G, нет сомнений в реальности подобных биологических проявлений. Они очевидны. Научные данные настолько неоспоримы, что можно быть уверенным в том, что стандарты для предотвращения вреда для здоровья неадекватны. Перед тем, как развертывать 5G, необходимо измерить количество излучения, которому подвергаются сегодня люди. Как известно, существует четыре разновидности вредных для здоровья человека электромагнитных полей. Радиочастотное излучение, магнитные поля, грязное электричество и электрическое поле. Каждый человек на Земле находится под влиянием электромагнитных излучений. Сколько мы получаем в день? Это не только ваш телефон. Это и другие телефоны, беспроводные сети, умные датчики, мобильные вышки. Все это складывается, как слои в сэндвиче. Представленные данные получены из научных работ, результатов исследований или стандартов. В начале шкалы излучения находится так называемая плотность мощности или сила сигнала. Это минимум для работы мобильного телефона. Было установлено, что она составляет 2 миллиарда микроватта на квадратный сантиметр. Сосновые иглы преждевременно увядают на уровне 27 миллионных. При кратковременном воздействии в 0,05 дети от 8 до 17 лет испытывали головную боль, раздражительность, снижение внимания и поведенческие проблемы. 0,1 — это опасный уровень по стандартам строительной науки. Уровень в единицу приводит к повреждениям ДНК в сперме и снижении жизнеспособности в пробирке. Также на уровне единица возможны следующие проявления. Головная боль, головокружение, усталость, бессонница, боли в груди, затрудненное дыхание и несварение. На уровне 2,5 меняется метаболизм кальция в клетках сердца. На уровне 4 — изменения в гиппокампе, затрагивающей память и обучаемость. На уровне 6 — повреждения ДНК в клетках. А где на этой шкале находятся умные счетчики? Институт исследования электричества замерил в декабре 2010 года излучения от одного умного счетчика, и оно составило 7,93 микроватта на квадратный сантиметр. Мы получили уровень излучения от одного счетчика на уровне 8 целых. Это данные на расстоянии в полуметре от счетчика. Но детская кроватка может стоять по другую сторону от стены, где установлен один или несколько счетчиков. Несмотря на то, что все эти негативные проявления наблюдаются на уровне гораздо ниже, в Швейцарии, Лихтенштейне и Люксембурге стандартом является 9,5. А в Китае, Польше и России — 10 целых. На этом уровне возможны поведенческие изменения, а через полчаса воздействия появляется рефлекс избегания. В помещении с 12 счетчиками, что является обычным и даже слишком малым для жилого дома, уровень излучения составляет 19,8 микроватт на квадратный сантиметр. Это в сотни раз выше, чем уровни, где налицо негативные проявления. Так почему же у нас коммунальщики и правительства пытаются насильно внедрить везде эти счетчики? Вот почему. В Канаде, США и некоторых других развитых странах безопасным считается уровень от 600 до 1000 микроватт на квадратный сантиметр. Этот так называемый безопасный уровень в десятки тысяч раз выше, чем тот уровень, который вызывает вред для здоровья в соответствии с рецензируемыми научными данными. Новости из Конгресса В технологии 5G обещают нам более быстрый, качественный и надежный интернет. Но существуют и опасности вреда для здоровья, вызываемого радиочастотным излучением. Оно определенно увеличится, поскольку потребуется больше передатчиков и антенн. И неоспоримый факт заключается в том, что последствия для здоровья неизвестны и неизучены. Это демонстрирует халатность и небрежность со стороны Федеральной комиссии по связи, и это неприемлемо. Мы не получили от них ответа. Комиссия уверяет, что все в порядке. Но чтобы делать выводы о безопасности этой новой технологии, нам необходимы факты. Два месяца спустя. Господин председатель, спасибо за это слушание. Как известно, 5G использует высокочастотные волны с плохой проходимостью. Поэтому необходима сеть из сотен тысяч, если не миллионов, мелких передатчиков. Вопрос в том, существует ли возможность вреда для здоровья и безопасности населения от этих передатчиков. Ведь, как я понимаю, они будут располагаться рядом с домами, школами и офисами, все ближе и ближе к земле. Верно? Да, сенатор, верно. Я хочу спросить вас, мистер Гиллан и мистер Перри, сколько денег обещает выделить индустрия на проведение дополнительных независимых исследований? Я подчеркиваю, независимых исследований. Ведутся ли сейчас такие исследования? Завершены ли они? Где потребители могут с ними ознакомиться? Мы говорим об исследованиях, о биологических проявлениях от этой новой технологии. Спасибо, сенатор. Спасибо за внимание к этой теме. Я думаю, что безопасность должна быть в приоритете. И, как вы сказали, мы руководствуемся данными экспертов, данными FDA и прочих, чтобы обеспечить безопасность населения. Насколько я знаю, дополнительных исследований не проводится. Я буду рад обсудить с вами, какие, по вашему мнению, исследования необходимы. Мы поддерживаем исследования и полагаемся на мнение ученых. Итак, ответ на мой вопрос о сумме финансирований. Это ноль. Я обязательно проверю это для вас, сенатор, но, насколько мне известно, наша отрасль не спонсирует на данный момент исследований. А слышал ли кто-нибудь из вас о готовности отрасли поддержать и спонсировать исследования, чтобы выявить воздействие на здоровье населения? Нет, я не слышал. Так что, действительно, никаких исследований не проводится? И мы вот так просто идем вслепую, не уделяя внимания безопасности и здоровью? Спасибо, председатель. Нельзя более слепо доверять утверждениям о том, что беспроводные технологии безопасны. Вы дипломированный врач? Да. У нас нет врачей в комитете. Как нам относиться к утверждениям американского общества онкологии о том, что нет свидетельств опасности этого продукта? У многих организаций имеются конфликты интересов. Расскажите вкратце, что вы понимаете под конфликтом интересов? Один из основных аспектов, на которые следует обратить внимание, это источник финансирования. Проводится огромное количество спонсируемых исследований теми людьми, которых нанимают, чтобы они ничего не обнаружили. Эта проблема актуальна во многих странах. Исследование радиочастотного излучения спонсировалось Моторолой. Наши отношения были очень теплыми и ненапряженными. Но лишь до тех пор, пока мы не стали собирать данные. После этого они очень забеспокоились и начали обсуждать, как это преподнести, как приукрасить данные, что ожидать от этого. И на этой стадии отношения осложнились. Мы видели, что Моторола пытается повлиять на нашу работу, указывать нам, что делать, как писать обзоры, что говорить в этих обзорах, о чем писать в статьях, как проводить исследования, не делать того, а делать это. Это было неприемлемо. Я завершил исследование повреждений ДНК и отправил итоговый отчет в Моторолу. Они не приняли мою интерпретацию исследования и усомнились в моих научных компетенциях и пытались запретить мне публиковать исследования. А приходили ли к вам люди с жалобами на разные недомогания? Мы знали о жалобах на недомогания от излучения умных счетчиков и решили проверить это, замерив энергетическое поле у людей. Я измерил поле у 30 человек, когда они стояли в полуметре от умного счетчика. В каждом из случаев человеческое энергетическое поле подавлялось вблизи с отсчетчиком. На первых слайдах мы видим нормальные клетки с нетронутой структурой. Это ожидаемо для нормальной пробы. Через две минуты воздействия умного счетчика на расстояние в полметра картина полностью меняется. На первой пробе наблюдается много деградаций. Стенки клеток повреждены. Наблюдаются изменения в клетке, которые называются микоплазмы. Это демонстрирует мутации в клетке. На второй пробе мы видим другой вид деградации клеточных мембран. Мембраны приобретают рифленую форму и начинают группироваться. Известно, что это происходит вследствие оксидации или повреждения свободными радикалами. Когда мы брали пробу у третьей испытуемой, ее пришлось оттащить от счетчика через 45 секунд. Так как она пожаловалась на сильную головную боль. Здесь наблюдается так называемое руло, когда эритроциты склеиваются в виде столбиков, в результате чего снабжение тканей кислородом через кровь крайне затрудняется по сравнению с нормой. На каждом из образцов деградации, на каждом из образцов повреждения кровяных клеток и этому должна быть причина. Единственной возможной причиной был именно умный счетчик. Хорошая новость в том, что пациент и его кровь могут восстанавливаться, если устранить воздействие этих факторов стресса. Закрыто от беспроводных сигналов зона. Сейчас вы услышите безостановочно пульсирующее радиочастотное микроволновое излучение умного фитнес-браслета Фитбит. Давайте активизируем его. Прибор зашкалило от его пульсирующих сигналов. Энергетическое оружие направленного воздействия. Некоторые проявления можно проанализировать на таких обыденных вещах, как Wi-Fi. Его частота в 2,4 ГГц находится в том же диапазоне, что и у микроволновых печей. Этот спектр называется радарным, потому что, по сути, это и есть радар. Частота 2,4 ГГц интересна тем, что такие микроволны не полностью поглощаются в воде. Но на этом уровне возможно полное проникновение, потому что, будь это не так, то внутренние слои продукта не смогли бы разогреться. Это что касается Wi-Fi. Если рассмотреть 5G, то 60 ГГц — это частота оборудования для разгона толпы, чтобы держать людей подальше. На частоте 60 ГГц происходит поглощение энергии волны молекулы кислорода, которая состоит из пары атомов, связанных общими электронами. И поскольку мы дышим кислородом, бомбардировка на частоте 60 ГГц может нарушить степень поглощения кислорода в нашем теле, подрывая основы жизнедеятельности. Мартин Пол говорит, что установка десятков миллионов антенн для 5G без единого биологического исследования на безопасность является самой идиотской идеей, которая когда-либо посещала кого-либо за всю мировую историю. Эту тему нам помогают исследовать эксперты по волновым военным технологиям и по биологическим последствиям для человека. Пожарные страдают от когнитивных нарушений от близости этих устройств. Эти устройства запрещены возле школ во многих странах, потому что угнетают когнитивные функции. Давайте взглянем на это в свете того, что сказал Рудольф Штайнер еще в 1924-м о том, что даже обычное радио негативно воздействовало на когнитивные способности людей. Они могли слушать новости со всего света, но не могли адекватно осмысливать их из-за воздействия радиоволн человечества. Нельзя не заметить зловещий подтекст у происходящего. Сети пятого поколения будут не похожи на предыдущие. Будет применяться другая технология — технологии миллиметровых волн из арсенала военных. Достаточно изучить отчеты ДАРПа, специального подразделения Министерства обороны и зарегистрированные ими патенты, чтобы оценить все возможности этих технологий. Их можно применять для психологического воздействия, для разгона толп с помощью излучающих установок для шоковых воздействий. Все это будет возможным с 5G. Любое воздействие из области военного применения, основанное на электромагнитных принципах, станет возможным с 5G. И это охватит все население в стране. Леди и джентльмены, это президент Соединенных Штатов. Добрый вечер, сограждане американцы. Роль правительства в том, чтобы не позволить военно-промышленному комплексу приобрести неподобающее влияние активным или пассивным путем. Возможность для катастрофического усиления их власти реальна. И мы не должны позволить им ущемлять наши гражданские свободы и демократические процессы. Федеральная комиссия связи стратегически подчинила себе всю законодательную систему, предотвратив все возможности для потенциального сопротивления развертыванию инфраструктуры для 5G. Федеральная комиссия связи захваченный госорган. Я уверена, что они осуществили самую грандиозную в истории аферу против населения. Писатель Норман Альстер из Центра этики Гарвардского университета утверждает, что комиссия связи самый захваченный госорган и занимается не регулированием, а отстаивает интересы отрасли. Это особенно очевидно сегодня на примере 5G. Несмотря на серьезные опасения насчет безопасности, они распространяют ложные сведения. Например, бывший глава Федеральной комиссии связи Том Уиллер 14 лет руководил Ассоциацией лоббирования беспроводной связи. Обама обещал, что в его администрации не будет лоббистов, но поставил отъявленного лоббиста во главе комиссии. И это чертовски важно. В 1993 комиссия связи поддержала стандарты для предела допустимого электромагнитно-волнового излучения Ассоциации Институт инженеров электротехники и электроники. С какой стати мы должны руководствоваться мнением инженеров? Они умеют замерять излучение при прохождении сквозь стену, но не сквозь тело. Все органы здравоохранения были против и отмечали, что в этой инженерной ассоциации нет ни единого представителя от медицины. Они защищены от судебного преследования за наносимый здоровью урон, а законодательно установленные лимиты выше, чем научно доказанные значения, при которых наблюдаются негативные последствия для человека. Нормы комиссии связи были разработаны для кратковременных воздействий от 6 до 30 минут в зависимости от типа воздействия, телефон или внешнее воздействие. И они совершенно неадекватны в свете всех новых биологических проявлений, которые ясно описываются в отчете биоинициативы. Здесь присутствуют многие представители общественности, имеющие серьезные опасения по поводу здоровья. Если одна из ваших компаний решит установить одно из таких устройств на столбе в 15 метрах от их дома, какие действия они смогут предпринять, чтобы потребовать их переноса в другое место? В законе содержится положение, которое позволяет муниципалитету требовать от компаний предоставления сертификата в соответствии установленным комиссией связи нормам по радиочастотному излучению. В ответ на любой отказ выдачи разрешения они будут указывать на установленные комиссией связи нормативы. Не управление по охране окружающей среды, не CDC, чьей прерогативой является здравоохранение, а комиссия связи, где правят бывшие сотрудники телекоммуникационной индустрии. Это все равно, что поставить лесу охранять курятник. Общеизвестно, что страховые компании отказываются страховать риски от воздействия излучения. Все телекоммуникационные компании в мире предупреждают инвесторов о потенциальных расходах в связи с реальными или предполагаемыми рисками от электромагнитного загрязнения от их продуктов. Любопытно также, что они предупреждают инвесторов о том, что не сообщают об этом своим клиентам. Они держат это в тайне, чтобы не потерять деньги. То есть мы пользуемся технологией, которая может нанести нам огромный вред, и инвесторы знают об этом, но их беспокоит. Только перспектива потерять деньги, а не причиняемый здоровью вред. Во-первых, необходимо задуматься, а почему они не застрахованы. Это не потому, что они предпочли самострахование. Страховые компании отказали им в страховании, потому что они осознают степень риска. Что и крупные страховые компании отказываются страховать телекоммуникационную индустрию? Есть собственно страховые компании, есть вторичные страховые компании, которые занимаются страхованием самих страховых компаний. Предположим, страховая компания застраховала Verizon, и если она не может выплатить возмещение, то в дело вступает вторичная страховая компания, такая как Lloyd's of London. Да, верно, ведущие компании Lloyd's of London и Swiss Re, они распорядились не страховать компании беспроводной связи. Вот поэтому они и не застрахованы. Это о многом говорит. Поэтому они и беспокоятся о том, чтобы предотвратить судебные иски. А как предотвратить судебный иск? Для этого и существует раздел 704. Раздел 704 был принят в 1996 году, и таким образом телекоминдустрия лишила нас прав на здоровье. Этот закон дал Федеральной Комиссии связи право регулировать наносимый нашему здоровью вред от беспроводных технологий. Но назначения комиссии распоряжаться частотами. Это не орган здравоохранения. В их команде нет ни одного врача. Также раздел 704 предусматривает и лишение местных властей прав регулировать размещение вышек сотовой связи по соображениям охраны здоровья. Это значит, что если они решат поставить вышку перед вашим домом, вы не сможете обратиться в муниципалитет и сказать, что не согласны, потому что прослушали лекцию о 10 тысячах исследований, подтверждающих их вред, даже если ваш ребенок болен. Но вам нельзя говорить об этом в муниципальном совете, потому что раздел 704 гласит, что если их заявка не будет одобрена, то компания имеет право подать в суд на городской муниципалитет. Крупное исследование обнаружило связь между мобильными телефонами и раком. Это первое официальное исследование, показавшее связь между мобильными телефонами и раком. Федеральное исследование в два десятилетия и в 30 миллионов долларов засвидетельствовало связь между излучением от мобильных телефонов и раком мозга. Что такое НТП? Я не раз слышал об этом исследовании. Это было дорогостоящее исследование на крышах и мышах, которое должно было продемонстрировать, что излучение не имеет иного воздействия, кроме термального. Но результат был прямо противоположен. Непосредственно перед этим были опубликованы результаты еще двух крупных исследований с теми же выводами. Это исследование было устроено таким образом, чтобы его нельзя было опровергнуть, чтобы нельзя было подкопаться. Вот почему им понадобилось целых 14 лет. Вот как они пытаются подавить дискуссии о вреде здоровью. А зачем им это, если, как предполагается, здоровью не наносится никакого вреда? Проще говоря, Федеральная комиссия связи не подготовлена, не в состоянии и не желает изучить проблему безопасности 5G на пороге его внедрения. Они лишь отмахиваются заезженными штампами, давно развенчанными наукой. Ситуацию усугубили директивы комиссии и многочисленные законодательные акты в пользу индустрии, принятые на разных уровнях между 2016 и 2018 годом. Это лишило местной и прочей власти какого-либо права слова в вопросах размещения оборудования в самый критический момент. Когда многие годы назад были проведены первые исследования, никто еще не знал о важности микробиома и его роли для функционирования иммунной системы. Еще меньше было известно о микробиоте, живущей в нашем мозге. Эти микробы живут внутри нашего мозга и имеют огромное влияние на его функционирование. Многие скажут, ну и что, какое нам дело до микробов? Чем меньше микробов, тем лучше. Но теперь мы знаем, что это совершенно ошибочно. Микробы абсолютно необходимы нам для развития и функционирования всех органов и систем в организме. Наша иммунная система основывается на микробах в кишечнике. Так же и с мозгом, потому что микробы определяют его функционирование. Ученые пробовали выращивать плесневые грибки в клетке Фарадея. И они росли даже несмотря на электромагнитное излучение. Но если убрать клетку Фарадея, то в грибках под воздействием излучения появлялись около 600 известных биотоксинов. Даже слабое электромагнитное поле оказывает влияние на наш микробиом, необходимый нам для жизни. Это истребит микробной ДНК в человеке, которые управляют нашим организмом. возможно, лабораторные эксперименты и не показали воздействия на человеческий ДНК. Но человеческая ДНК составляет менее 1% от всех клеточных ДНК в организме человека. Все остальное микробная ДНК. И мы уже знаем, что это уничтожит микробную ДНК. Так что речь идет об уничтожении, так сказать, операционной системы человека. Совершенно верно, лучше и не скажешь. Джон Брандт слушает. Доброе утро, мистер Брандт. Это Аманда. Я уже месяц пытаюсь до вас дозвониться. Почему вы умалчиваете о химтрейлах? Мы ни о чем не умалчиваем, у нас нет причин умалчивать о химтрейлах. Ну, конечно, у вас есть причины умалчивать. Какие это причины? Вот вы, например, лишитесь работы, если расскажете мне о чем-либо. Наверное, это даже не безопасно говорить об этом, учитывая то, на кого вы работаете. Нет, это не опасно. Ну, конечно, опасно. Это не опасно. Вы, как гражданин, можете оставить жалобу. Но ваша жалоба относится к области, которую мы неуполномочены регулировать. Мы не можем регулировать. Расскажите о связи между химтрейлами и 5G. Это взаимосвязано. Металлизированные частицы, подобные фазированным решеткам для 5G. Проще говоря, они позволяют радару идентифицировать вас и позволят следить за вами. За вами смогут следить в вашем же доме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Неизвестно, сколько лет над нами распыляют химтрейлы. Но теперь правду не скрыть. Эти наночастицы распыляли людям на головы долгие годы. Они проникали в наши тела и оставались там. И вы говорите, что эти наночастицы будут как бы подсвечивать нас изнутри, чтобы за нами можно было следить прямо в доме, сквозь стены из бетона и стали, и не спастись ни в бункере и ни в подвале. что 5G позволит составить карту вашего дома и считывать ваше расположение, потому что ваш организм засорен этими наночастицами, которые будут работать по принципу технологии приема и передачи информации. Абсолютно верно. Нужно понимать, что ДНК работает и как фрактальная антенна, которая способна отправлять, получать и обрабатывать сигналы в виде радиочастот. Не приходится сомневаться, что искусственные радиочастоты, такие как исходящие с сотовых вышек и в особенности с вышек нового типа, испускающих гораздо более плотный сигнал, могут лишать ДНК способности получать и передавать биологические сигналы. Это лишь одна из опасностей, о которой не подозревают большинство биологов. Какие действия предпринимались, чтобы исследовать опасности для здоровья, ради чего здесь и собрались многие из этих людей? Имел ли место диалог, были ли проведены исследования, оценивающие проблемы такого рода? Возможно, в обсуждении участвовали не все озабоченные законодатели. С вашей точки зрения, вы полагаете, что было достаточно времени для того, чтобы оценить все те данные, которые предоставила противная сторона? Совершенно верно. Я не стал бы поддерживать такую инициативу, в которую бы сам не верил. И как я уже говорил, и как отмечали другие присутствующие сегодня на этом обсуждении, это вопрос экономического развития. Даже мой трехлетний ребенок приходит в негодование, когда мы уезжаем из дома, и он не может пользоваться вайфаем. Наш трехлетний ребенок приходит в негодование, когда мы уезжаем из дома, и он не может пользоваться вайфаем. Я думаю, что те, кто устанавливает вайфай в школах, должны провести за решеткой всю оставшуюся жизнь. Я считаю, они недостойны ходить по нашей земле, потому что они не изучили все проведенные исследования. Какой бы ни была их мотивация, это не оправдывает всех тех проблем, с которыми столкнутся родители, когда на свет появятся их внуки. Во Франции запретили Wi-Fi в детских садах и распространили предупреждения в школах, потому что было отмечено снижение способности к обучению у детей в зоне проникновения Wi-Fi. И они обязаны вешать предупреждающие знаки, когда устанавливают Wi-Fi передатчики. Когда я заболела, я узнала, что в Израиле в школах устанавливают Wi-Fi. Мне было очень плохо, но я не могла допустить, чтобы школьникам пришлось так же болеть, как и мне. И через несколько месяцев переписки я подала в Высший суд Израиля иск, где потребовала запретить Wi-Fi в школах и заменить его на проводные сети. Четыре основных заболевания, убивающие детей и юношей сегодня. Это рак мозга, рак щитовидной железы, рак яичек и колоректальный рак. Это все те места, где мы обычно держим телефон. Многим заболевшим детям ставят неверный диагноз и назначают неверное лечение, потому что беспроводная индустрия вложила миллиарды и миллиарды долларов на протяжении последних 30 лет в то, чтобы держать людей в неведении по поводу вреда для здоровья. Мы фактически проводим эксперименты на детях. Мы подвергаем детей воздействию микроволнового излучения по 6 часов в день. Но долгосрочное воздействие этого излучения на молодых людей и даже на взрослых никак не изучалось. Имеются достаточные доказательства того, что развивающийся мозг и тела детей гораздо уязвимее, чем взрослых. Есть четкие свидетельства связи между усилением воздействия электромагнитных полей и расстройствами аутистического спектра. Мы выбрали 10 матерей детей аутистов и попросили показать, где они спали во время беременности. И сравнили их со спальными местами матерей, у которых дети родились здоровыми. В каждой группе было по 10 матерей. И в группе матерей детей аутистов мы обнаружили, что замеры уровня электромагнитного излучения были повышены по сравнению с группой матерей нормальных детей. Излучение влияет на плод. И воздействие от искусственного электромагнитного поля стало первым фактором, который удалось выявить в развитии аутизма. И теперь можно предсказать аутизм. Пятое поколение беспроводной связи или 5G разворачивается сейчас во всех странах мира без каких-либо исследований на безопасность. Я повторю, без исследований на безопасность. И многие ученые, врачи и экологические активисты говорят, что это необходимо остановить, потому что наука сходится в оценке воздействия беспроводного излучения. Это рак, опухоли сердца и мозга, повреждения ДНК. Это излучение связано с бесплодием, аутизмом, болезнью Альцгеймера и прочим. И верите ли, все перечисленные мной проявления уже налицо даже с сегодняшними технологиями. Во-первых, нужно понимать, что все те электромагнитные излучения, которым мы уже подвергаемся, наносят известный вред здоровью. Но 5G из-за используемых для него частот и из-за чрезвычайно высокой частоты пульсации представляет гораздо более серьезную угрозу нашему здоровью, чем все то, с чем мы уже имеем дело. Наше здоровье под серьезным ударом. Мы говорим не только об интенсивности, но также о частоте и высоком уровне пульсаций. Огромное количество научных исследований, показывает, что пульсирующие с высокой скоростью электромагнитные колебания обладают более высокой биологической активностью, чем не пульсирующие. Каждое беспроводное устройство связи работает с пульсацией, но эта проблема совершенно игнорируется отраслю. Проблема с 5G в том, что планируются десятки миллионов антенн по всей стране, и все это без единого исследования на безопасность. Вы хотите сказать, что мы, потребители, являемся подопытными крысами, потому что они не удосужились провести предварительные исследования на малых группах? Да, это не намек, а прямое утверждение. Да, это так. Больше всего меня беспокоит даже не рак. Меня беспокоят проблемы бесплодия из-за качества спермы. Знаете ли вы, что одна из шести американских пар не в состоянии зачать ребенка тогда, когда планируют? Многие ли знают, что в прошлом году рождаемость в нашей стране показала самое значительное падение в современной истории — на 3% за год. Если посмотреть на сперму мужчин, часто пользующихся телефонами, обычно сперматозоиды двигаются по прямой. Но если подвергнуть их воздействию излучений, подобных мобильным телефонам, они начинают двигаться по кругу. В Австралии проводились исследования, когда у здоровых мужчин брали сперму, и одни пробирки подвергались излучению от мобильных телефонов, а другие нет. Затем результаты оценили. Вот это показатель жизнеспособности. Мы смотрим, насколько хорошо сперматозоиды плавают. Это показатель мобильности и подвижности. А это показатель митохондриальных повреждений ДНК. Данные абсолютно неопровержимы. Мобильные телефоны ухудшают количество и качество спермы. Ваш эмбрион, ваш плод защищен маткой, где он развивается до рождения. Но яйцеклетки в яичниках не имеют такой защиты, поэтому они больше всего рискуют пострадать от излучения. А в первый месяц или около того, женщина еще не подозревает о беременности и не предпринимает мер предосторожности. И в этом основная опасность. Вы рожаете девочку, а ее яичники уже могут быть поражены. Возможно, она будет здорова, а возможно, будет иметь генетические аномалии. Но ее яичники в наибольшей опасности. Когда ваша дочь вырастет и забеременеет, одна из этих яйцеклеток будет оплодотворена. Поэтому наибольший удар придется на ваших внуков. Вот где все это проявится максимально. Считаете ли вы, что, возможно, женщины в третьем поколении будут бесплодными? Не в третьем, а в пятом поколении. Что для человека наступит примерно через 150 лет. И, конечно, тогда уже будет поздно просить прощения или требовать остановить это. Есть масса научных работ. Тысячи опубликованных научных работ. И очень малое количество из них, а скорее ни одна из них не нашла отражения в официальной документации государственных органов. Я думаю, что сейчас самое время провести независимый обзор всех данных. Один такой обзор был выпущен 31 августа 2007 года в виде отчета группы «Биоинициатива». Я был одним из авторов. На более чем 600 страницах отчета мы перечислили более 2000 ссылок на научные работы, из которых становилось ясно, что если вы крыса или мышь, или клетка, или молекула, вы не должны позволять подвергать себя такому воздействию. А пока что имеет место полномасштабный эксперимент на наших детях. Был один любопытный случай с Джоном Паттерсоном, телекоммуникационным инженером из Сиднея, Австралия. Очень умный парень. 20 лет Джон тестировал цифровые системы фирмы Телстро. И со временем он осознал, какую опасность несет электромагнитное излучение. Оно нарушает биоэлектрическую систему в теле, посредством которой связаны мозг, нервная система и мышцы. И он пытался предупредить об этом разные государственные органы. Он сам сделал замеры излучения и составил отчет, после чего был немедленно уволен с работы. Наконец, в 2007-м он решил взять инициативу в свои руки. Он обзавелся старым британским танком и уничтожил на нем шесть мачт-мобильной связи в Сиднея, в Австралии, потому что он хотел положить этому конец. Хотел сделать громкое заявление о грозящей всем нам опасности. Мы избрали их, чтобы они ответственно управляли нашей инфраструктурой. В этом смысл правительства, если оно вообще нужно. А если оно не способно к этому, оно нелегитимно. Необходимо разрушить эту инфраструктуру. Но нельзя для этого становиться этакими доморощенными террористами. Нужно рассказать людям о том, какой вред им наносят эти вышки. Нам не нужен быстрый интернет такой ценой. Они делают это не для того, чтобы вы могли быстро скачивать фильмы. Они хотят следить за всем, что вы делаете, и планируют ввести систему социальных кредитов, чтобы контролировать и ваши мысли. Это история одной женщины по имени Клэр Эдвард, которая работала в Организации Объединенных Наций. Она хотела предупредить о катастрофической опасности 5G-технологий. Она решила обсудить это с генеральным секретарем Антонио Гутеерезом. Он по образованию физик и инженер-электротехник, и в начале своей карьеры читал лекции о телекоммуникационных сигналах. Но он стал убеждать ее, что ничего не слышал об опасности 5G. Сегодняшние уровни излучающего воздействия в квинтиллион раз, это 18 нулей, превышают естественное геомагнитное излучение, как утверждает профессор Оли Йоханссон Каролинского института в Швеции. Крайне опасные проявления от воздействия электромагнитного излучения доказаны в тысячах научных работ, начиная с 1932 года. Очевидно, что мы стоим перед лицом всемирной катастрофы в здравоохранении намного хуже той, что вызвано курением. 5G будет распространять концентрированное и сфокусированное электромагнитное излучение в сотни раз мощнее существующего сейчас и работает по тому же принципу, что и направленное энергетическое оружие. Распространяется международный призыв, который подписали 237 ученых в области электромагнитного излучения из более 40 стран, призывающих ООН и ВОЗ проявить инициативу в разработке более щадящих нормативов для электромагнитного излучения. Необходимо принять меры предосторожности и оповестить население о значительных рисках, в особенности для детей и для развития плода. Извините, я не очень хорошо разбираюсь в таких предметах. Речь идет о Wi-Fi-системах? Я беспокоен, поскольку я установил эти устройства у себя в доме. Должен признаться в своем неведении. Я думаю, лучше обсудить это с ВОЗ. Я думаю, именно эта организация сможет как следует разобраться в этой проблеме. Я был не в курсе этой опасности. Когда в 1996 году был принят акт о телекоммуникациях, в нем было положение, которое запрещало муниципалитетам учитывать потенциальную опасность для здоровья при выдаче или невыдаче разрешений на установку вышки. Да, это так. Но затем стало происходить непонятное. Мы обсуждали это в нашей программе «Солари Репорт», где гостем был Джейсон Боуден-Смит, один из авторов на сайте EMF Warriors. Все это очень ново. Вы выпустили воззвание о чем-то, что пока еще даже не случилось. Но это не пройдет незаметным, а повлечет разительные изменения. Колоссальные изменения. Слова «захват» и «бомбардировка» не станут преувеличением. Вместо прежних сотовых вышек на расстоянии мили или двух от вас, которые до этого обеспечивали вам связь, антенны будут в каждом квартале. Некоторым несчастным достанется антенна на электрическом столбе в 20 метрах от дома. И насильственная бомбардировка от такого количества антенн, если посчитать их количество на одну квадратную милю, это одна на квартал и 16 кварталов в миле. Получится около 250 антенн на квадратную милю. Миллиметровое излучение не изучено. Бывший председатель комиссии связи Том Уиллер в открытую сказал, что исследований не планируется. Мы не будем ждать стандарты. В нашем воззвании говорится также и о планах транслировать 5G со спутников на низкой орбите. 20 тысяч спутников обеспечат покрытие 5G-сигналом каждого квадратного метра планеты. День за днём политики и лидеры убеждали американцев в том, что полёт первого советского спутника поставил всю страну под угрозу. Накануне только наша гордость, но и безопасность. Если Россия будет доминировать в этой неизведанной области, я думаю, последствия очевидны. Советский Союз покорит весь мир. Мы решили полететь в ближайшее время на Луну. Не потому, что это легко, а потому, что это очень трудно. Мы согласны принять этот вызов и не хотим откладывать его на потом. И мы одержим победу! Добро пожаловать в Белый дом на саммит по 5G. Меня зовут Джастин Кларк. Я директор по связям с общественностью. Мы рады приветствовать вас здесь. Я рад, что сегодня здесь присутствуют ведущие представители отрасли, члены Конгресса и Сената, представители Белого дома и сотрудники комиссии связи. Скажу сразу. Во-первых, не думайте, что мы, правительство, в чём-то разбираемся. Согласна, я ничего не знаю. На новом посту я уже привык произносить речи по темам, в которых, откровенно говоря, ничего не смыслит. Нам нужно больше сотовых вышек в Коннектикуте в моём штате. Как глупо. США лидируют благодаря частному сектору, работе комиссии связи и правительству в целом. Китай, Южная Корея и многие другие страны борются за звание первопроходцев. Мы намерены первыми запустить 5G и насладиться плодами быстрой и надёжной беспроводной связи. Надеюсь, мы побьём Китай. И добьёмся гига-гига-гигабитных скоростей без задержек. Гонка началась. Нет сомнений в том, что погоня за 5G — это спринт, а держать победу в этой международной гонке — ключевая задача. Нельзя упускать из вида значение победы в гонке за 5G для национальной безопасности. Сегодня речь о том, как важно первыми добиться 5G. Мы должны приложить все усилия, чтобы победить в гонке к 5G в интересах Америки. Мы говорим «Америка» и 5G превыше всего. Наша стратегия называется «Быстрый путь к 5G», чтобы обеспечить Америке превосходство в технологиях 5G. Я в восторге, что люди смогут стать здоровее благодаря тому, что на подключённых 5G-устройствах смогут работать приложения для здорового образа жизни. Индустрия не просит у правительства денег для создания сетей 5G. Они всего лишь просят избавиться от бюрократии, препятствующей созданию инфраструктуры. Нельзя позволить, чтобы бюрократия лишила 5G будущего. Бюрократия замедляет или не позволяет строить устройства связи высокой интенсивности, необходимые для 5G. Мы прилагаем все усилия, чтобы правительство не вмешивалось, и Америка смогла сохранить первенство в гонке за 5G. Первый путь — это путь государственного регулирования. А второй — путь частного партнёрства и свободного рынка. Ураган созидательного разрушения. Путь Шумпетера. Слыхали о таком? Ураган созидательного разрушения. Это значит, пусть новое придёт на смену старому. С 5G мы стоим на пороге новой эры американских инноваций. Это сулит ещё более сплочённый мир для всех нас. Нужно воспользоваться потенциалом интернета вещей, чтобы обеспечить безопасное, здоровое и надёжное будущее. Все мы верим в десятую поправку, но иногда необходимо переступить через неё. Десятая поправка. Полномочия, не делегированные Соединённым Штатом, настоящей Конституцией и не запрещённой для отдельных штатов, сохраняются соответственно за штатами либо за людьми. И, кстати, закон 96-го года предусматривает такое право приоритета. Конечно, мы не хотим принимать жёсткие меры, но иногда приходится делать то, что необходимо. И если некоторые штаты и города не хотят сотрудничать и выступают против, мы не можем позволить таким преградам и барьерам помешать этому движению. Вот и всё. Так случилось и в Канаде. Я работал там с несколькими активистами, которые любили говорить. Мы же одержали победу. Комиссия по службам связи дала нам право отказа. На что я отвечал им? Они просто избавились от смутьянов. Это не позволит решить проблему. Мы должны требовать тотального отказа. Право отказа — это согласие платить, чтобы не причинили вреда. То есть право отказа — это согласие на шантаж. Такое право отказа подразумевает, что если я не заплачу, вы имеете право навредить мне. Это не решение. Это приказ, который насаждают компании, не желающие ничего слушать, и правительство, не желающего принимать ответственность. Это делается посредством сговора, задуманного таким образом, чтобы лишить граждан и общины их личностных прав по всей стране и по всему миру. Основной обязанностью Управления по охране окружающей среды является обеспечение как можно более чистой и здоровой окружающей среды для граждан страны. Это несложная обязанность. Наука и инновации должны применяться ответственно, чтобы достичь этой цели. Но, похоже, и, наверное, так и есть, Управление использует науку и инновации для того, чтобы гарантированно лишить нас права на жизнь. Не было ни публичных обсуждений, ни дебатов в СМИ, ни обнародования информации о том, почему, как и что происходит по поводу 5G. Это само по себе уже нарушение их прямых обязанностей. Это заслуживает самого пристального внимания и, возможно, расследования по отношению к тем должностным лицам, кто не отстоял наше право на жизнь. Итак, умные технологии, умные счётчики, умные машины. Насколько это умно? Что значит «умные»? Всё, что имеет атрибут «умный», — это секретные военные технологии, адаптированные для быта. Вот откуда родом всё умное. Любая технология, применяемая сегодня, была разработана для какого-либо военного применения или для государственной системы шпионажа. Неудивительно, что они решили заработать на этих технологиях. И люди, ничего не подозревая, пустили всё это к себе в дом. Умные сети — это беспроводная система, которая превратит каждый прибор у вас в доме в эквивалент передающего мобильного устройства. Каждый компьютер, каждый телевизор, каждая плита, кондиционер воздуха, кофемашина, принтер — каждый электроприбор у вас в доме со временем будет оснащён антенной, которая будет передавать ваши показатели потребления на умный счётчик у вас на стене. Счётчик будет передавать ваши данные башне, которая затем по цепочке передаст данные в коммунальную компанию, предположительно для выставления счёта. Но не все сигналы будут касаться только вашего индивидуального потребления. Будут также агрегатные счётчики, которые будут рассылать сигналы от дома к дому в районе, собирать все индивидуальные данные и отправлять их в компанию. Конечная измерительная система, передающая все эти данные, будет распространять радиочастотный сигнал по многу раз в секунду, что разительно повысит радиочастотную нагрузку на каждый дом. Здесь вы видите кучку тли на листе апельсинового дерева. Вскоре после того, как несколько лет назад в аэропорту неподалёку установили радары, я стал замечать, что через каждые несколько секунд все тли вдруг в унисон напрягались и начинали как бы пританцовывать. Наведя справки, я узнал, что интервал от танца к танцу в точности совпадал с частотой вращения роторного устройства радара в аэропорту, а он расположен примерно в 22 километрах отсюда. Антенные решётки формируют управляемый луч, который помогает концентрировать энергию. Лучи направляются на пользователя. Что значит «мимо»? Множественный вход, множественный выход. Британское правительство планирует установить 400 тысяч антенн, чтобы 5G достало вас в каждой расщелине в любом районе страны, чтобы даже трактора могли ездить сами. Но эти передатчики являются радарами, радарами с фазированной решёткой. Этот сигнал покроет всю территорию страны и истребит всех насекомых-опылителей, каждое живое существо. Домашние животные станут бесплодными, живые организмы в почве будут уничтожены. Почва станет неплодородной, фермеры обанкротятся, и целые общины окажутся под угрозой. Общины окажутся под угрозой. Если мы истребим пчёл и не сможем выращивать пищу, у нас будут серьёзные проблемы. Очевидно, что разворачиваемая с помощью заботливого правительства многомиллиардная 5G — это военная технология, которая лишь маскируется как технология для современной комфортной жизни. Так и есть. Я считаю, это экономический терроризм. Какая выгода в том, чтобы уничтожать собственное население? Уничтожать пчёл? Лишать себя возможности выращивать пищу? Возможно, все эти подсчёты хорошо выглядят на бумаге. Но в реальности деменция, диабет и прочие заболевания, которые не по сильным бременям ложатся на систему медицинского страхования. Добавьте сюда психические расстройства. Причину всего этого несложно установить, и она была установлена. Научные исследования подтвердили эпидемиологические данные, заметные невооружённым взглядом. И это уже не просто теории, а доказанные факты. Ваша ДНК, митохондриальная ДНК, передаётся к вам в неизменном виде от вашей матери, а ей от её матери. И так далее. К истоку человеческой расы во времена Каменного века. Она не меняется. И в неизменном виде будет передана вашим детям. Это значит, что если её повредить, то ваши дети будут иметь генетические повреждения, а затем и их дети, и так далее по цепочке. Тем самым вы выносите приговор всем будущим потомкам каждого ребёнка. Возможно, ещё есть свет в конце туннеля. Есть луч надежды. Благодаря принципам биологического квантового перепутывания мы поняли, как можно применить его в области биологической медицины. И теперь мы можем переносить информацию из микробного ДНК в человеческий ДНК. И таким образом можем как бы обучить микробов переносить любые экстремальные воздействия, включая и эту новую технологию. И затем мы можем обучить их передать эту выносливость в наш ДНК. Предположим, что у нас есть веские причины беспокоиться по поводу внедрения этих и прочих новых технологий. Но, к счастью, наши познания в области квантовой биологии, в области микробиомедицины расширяются так же быстро, как развиваются эти вредоносные технологии. И мы можем применить эти знания для того, чтобы защититься от реальной или потенциально возможной опасности, которую несут новые технологии. Я поговорил с молекулярными и клеточными биологами, со специалистами по крови, с экспертами по военным технологиям, с активистами и исследователями. И все, что мне рассказали эти эксперты, наводит на единственный вывод. 5G, вероятнее всего, станет финалом для человечества. 5G настигнет нас в доме, в школе, на улицах города, проникнет в клетки и в ДНК человеческого тела. Опасность такого рода сложно даже вообразить. Не то, что описать словами. Когда 5G будет запущено, сигнал будет передаваться через множество спутников, вращающихся на низкой орбите вокруг Земли. Миллионы наземных антенн будут принимать эти сигналы и затем распределять их по сотням и сотням миллионов микроантенн по всем фонарным столбам по вашему дому. Говоря простыми словами, ваши местоположения смогут в любой момент установить в доме или в любой другой точке Земли. Вы будете полностью в их власти. За вами будут постоянно наблюдать невидимые властители. за каждым из вас. Постоянно. На сегодняшний день правительство и корпорации каким-то образом смогли захватить власть над всеми основами нашей цивилизации. Они проталкивают этот инфраструктурный проект стоимостью в 20 триллионов долларов без каких-либо оценок воздействия на здоровье населения, без исследований. Ваши правительства и органы здравоохранения либо вступили в сговор с вершителями этого геноцида и экоцида. Или они просто идиоты. Я думаю, что скорее верно второе. Позор всем технологам и электронщикам, продвигающим эти технологии в наши дома, наши офисы, на наши улицы. Позор законодателям и парламентариям, бюрократам и троглодитам, расплодившимся среди нас. Позор этой преступной шайки, подписавшей контракты, устранившей преграды для насаждения этой технологии в домах и на улицах. Позор парламентариям и международным лидерам, чьи церемониальные подписи и печати санкционировали и одобрили распространение того, что несет в себе величайшую угрозу существования человечества. Позор каждому из нас. Кому лень подняться с места, выйти из дома и дать бой всем тем, кто посмел надругаться над нашими телами, домами и над будущими поколениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова